Речь о новой попытке упорядочить ситуацию с легальным контентом, причем попытки с неожиданными, как бы это сказать, интересантами. Один из камней преткновения в борьбе с нелицензионным контентом тот факт, что нет никакой единой базы, из которой было бы понятно, кому принадлежат права на то или иное произведение. Принятая на Западе практика удаления пиратской музыки или видео требует от каждого правообладателя самому сканировать интернет-площадки в поисках своего контента, что, в общем, затратно и малоэффективно. Первый прототип такого центрального реестра базы в России был создан более трех лет назад. Это был сайт Мус.ру, однако в прошлом году его закрыли из-за убыточности. И вот новая попытка. НРИС. Национальный реестр интеллектуальной собственности. В описании на заглушке сайта есть даже слово «федеральный», но на деле это коммерческая организация с двумя основными акционерами. Первое музыкальное издательство и продюсерский центр «Газгольдер», основатель которого музыкант Баста, он же Нагана, он же Нинтендо, Василий Вакуленко. Впрочем, поддерживать создание этого самого НРИСа Роспатент и управлять собственной естром будет Российская государственная академия интеллектуальной собственности, подведомственная Роспатенту структура. То есть это частная и добровольная инициатива, направленная на то, чтобы автоматизировать оборот легального контента, но с претензией на то, чтобы стать стандартом. Собственно говоря, сам сервис создается на базе внутреннего реестра первого музыкального издательства и его же программистами. Пока что речь идет только о музыкальных композициях. Цифровые слепки треков и данные об авторстве собираются в базе данных, и, сверяясь с этой базой, можно сканировать интернет-площадки и пробовать строить с ними бизнес. Мы сейчас на сегодняшний момент, назовем так, тренировались не на кошках, а на зайцах. То есть мы работаем, например, достаточно успешно, как нам кажется, с зайцев точки нет. Где, собственно, мы наш весь нелегальный контент заменили на наш легальный контент. Мы анализируем те площадки, с которыми мы на сегодняшний момент работаем или не работаем, определяем, как бы, используется легальный контент нелегально, проводим, соответственно, переговоры, договоримся об условиях, замещаем. За эту работу мы получаем определенный процент комиссии, как угодно называть, на это, собственно, и живем. Вот такой вот простой принцип. Видимо, поводом для пресс-конференции был еще и тот факт, что реестру удалось договориться о сотрудничестве с самым большим в стране ресурсом, на который пользователи закачивают музыку. Речь, конечно же, идет о соцсети ВКонтакте. Это на их, назовем так, стороне принятие решения о том, каким образом они будут монетизировать, соответственно, приложение. Будь то, попытаются ли они брать какую-то плату с пользователей и так далее, не могу сказать, ни мой ресурс, ни мой сервис. А вот с точки зрения того, что они чрезвычайно стремятся к тому, чтобы отделить сервис, да. Ну, считайте, что, как бы, заявление о том, что крупнейший российский проводитель договорился с, я бы сказал, мейл-группой, да, такой есть. Если брать ВКонтакте, целевая аудитория, опять же, то же самое, таргетирование, целевая аудитория, это подростки, это газгольдер вперед, собственно, их присутствие там достаточно значимо и так далее. И ситуация с одноклассниками. Там, собственно, мы крали, потому что у нас там всякие эти взрослые исполнители, которые интересны этой аудитории. Можно предположить, что именно этот большой контракт важный, если не основная причина того, что в состав акционеров реестра «Нрис» вошел газгольдер музыканта Басты. Хотя его продюсерский центр – один из самых известных примеров того, как музыканты зарабатывают даже при высоком уровне пиратства. Ну, вот давайте скажем так, что мне повезло, да, я зарабатываю там на концертах, у меня, правда, ну, есть я много гастролирую, там, неплохо, так скажем, зарабатываю. Есть люди, для которых написание музыки, ну, я лично таких, знаю, миллион человек, битмейкеров, диджеев, для которых возможность получить хоть какую-то копейку с отчислением использования музыки в интернете, на том же ВКонтакте – это единственная возможность существовать и продолжать заниматься музыкой. Я-то все равно состою в бизнес-отношениях с другими организациями. Вот в чем все дело. С iTunes, с Google Play, состою с ними в бизнес-отношениях. Я ничего в этом страшного не вижу. Если я вижу, что здесь можно сделать крутую вещь, которая будет приносить пользу, люди на ней будут, честно, зарабатывать, и акционеры, которые изначально пришли с этой идеей, заработать деньги, да, это будет супер. Трудно сказать, насколько успешным будет проект даже на музыкальном поприще, но к концу года акционеры «Энрис» хотят запустить реестр видеопродукции. Возможно, вместе с МКС – Медиакоммуникационным союзом. А Роспатент надеется, что речь может идти и о других объектах интеллектуальной собственности, вплоть до программного продукта или патентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова